В эфире программа «Знак качества». Наступление зимы неминуемо заставляет взрослых и детей ждать праздника Нового года. Но и до этого момента есть чем насладиться. Студия ярких праздников «Хочу играть» устроила настоящее зимнее торжество под названием «Небылицы из рукавицы». 2 декабря в ресторане «Неба» собрались дети разных возрастов со своими родителями. Многие из них подготовились и всей семьей дома выполнили задание, которое было поставлено перед участниками праздника. По желанию можно было изготовить оригинальную рукавичку из любых материалов. Лучшие мастера получили награды. Второе место досталось Саше Алябьеву. Он испек пряник в виде рукавички. А рукавичку пекли мы три дня. Расскажите, как пекли? Кто принимал участие? Ну, изготавливала тесто я, сын ее раскатывал, вырезал, украшала. Частично я, частично сын. То есть принимали совместное участие. А вот самая необычная рукавичка, по мнению жюри, была выполнена из дерева. Какими инструментами ты пользовался, когда вы с дедушкой изготавливали эту рукавичку? Ну, мы покрывали лаком, еще мы пользовались этим, который вырезает. Кто может примерить твою рукавичку? Ну, вот. Давай. Праздник, который объединяет детей, делает их счастливее, прививает любовь к мастерству. Такие мероприятия студия «Хочу играть, устраивать регулярно». Я в восторге от их студии. На самом деле, поэтому я была подписана на их новости и узнала об этом празднике. Естественно, конечно, мы с удовольствием захотели пойти. В том числе мы пойдем на нашу первую елочку с малышкой. Как раз тоже к ним в студию. Когда будет? А, 25 декабря. Некоторые праздники проходят в самой студии «Хочу играть», которая расположена на улице Праволыбецкой, дом 27. Кроме того, любое мероприятие можно организовать там, где вы сами захотите. Например, можно пригласить любимых мультипликационных или сказочных персонажей к себе домой на день рождения ребенка. У нас был аниматор-гонщик из мультика «Щенячий патруль». Из какого мультика? «Щенячий патруль». «Щенячий патруль». Приглашали «Миньона» и шоу «Мыльных пузырей» проводила «Скай», тоже из мультика «Щенячий патруль». Шоу «Мыльных пузырей» – это часть одной из 30 программ, которые придумали руководители студии «Хочу играть». На празднике «Рукавичек» детей заворожил мультик, который с помощью проектора оказался на экране. Песочная анимация, фокус-шоу, неоновые шоу и многое другое. Все выступления направлены на привлечение внимания детей, как и всегда. В этот раз аниматоры понимали, что интересно юным гостям, пришедшим на праздник. Они сумели заинтересовать их совместными танцами, мастер-классом по изготовлению игрушек из воздушных шариков и конкурсами с призами от партнеров. «Очень нравятся аниматоры, заинтересовывают. Действительно, ребенок играет. Не просто смотрит, а именно играет». «А ты что хочешь выиграть?» «Ну, я веля в соляную пещеру». «То есть тебя интересует соляная пещера? А что ты там хочешь делать?» «Ну, я там один раз был, мне понравилось, еще раз хочу там». Игрушки и походы в интересные места. Организаторы в этот день одарили детей такими подарками. Кроме того, юные мастера здесь же могли выставить на продажу приготовленные заранее поделки, чтобы накопить карманных денег. А также многих заинтересовала мастерская, в которой можно было развить новые навыки рукоделия. «Мы делали мастер-класс, игрушку новогоднюю». «Какую, расскажи?» «Елочку». «Ну, а как вы ее делали?» «Мы делали узо сначала на воде красками, потом нукали игрушку, и у нас получалась игрушка». «Мой брат сделал новогоднюю игрушку на елку, а мне нарисовали на лицо, и моему брату это аквагрим». Через аквагрим, как и через фото на память с усами, коронами и другими забавными предметами прошли взрослые и дети. Все это делалось быстро и максимально заряжало позитивом. «Весь этот праздник закончился вот таким вот серебряным шоу. Дети и взрослые в полном восторге». Пока дети радовались, у взрослых была возможность пообщаться с организаторами, чтобы пригласить на новогодний праздник «Деда Мороза домой» или запланировать следующее посещение студии «Хочу играть». «Открывается домик Деда Мороза, где мы будем встречать гостей в день три раза, три мероприятия у нас будет. График у нас плотный, длиться это будет до 8 января». Новогодняя елка от студии «Хочу играть» состоится 3 января в ресторане «Небо», который, ко всему прочему, оборудован большой детской комнатой. Но это далеко не все. «Мы планируем провести парад санок, который мы проводили два года назад. И наши горожане очень быстро откликнулись. У нас участвовало более 20 санок, очень красиво оформленных, были победители». Санки можно уже начинать украшать. А дате проведения парада будет объявлена в группе «Хочу играть» ВКонтакте. Так же, как о времени и месте проведения фестиваля дворовых игр. «Это абсолютно бесплатный социальный проект, когда все желающие могут прийти и вспомнить дворовые игры, поучаствовать в этих дворовых играх, вспомнить, во что играли родители, могут соревноваться родители против детей». Вышибалы, прыжки через скакалку. На предстоящем фестивале дети вспомнят все. Этот же праздник рукавичек собрал здесь не только отдельно взятых родителей с детьми, но и целые учебные классы. Так что можно начинать задумываться о массовом участии в параде санок или в фестивале дворовых игр. Студия «Хочу играть» в этом году отмечает свой юбилей. Пять лет со дня своего основания. И в этот раз на мастеров своего дела вновь обратили внимание потенциальные партнеры, которые в скором времени будут проводить детский фестиваль талантов. Я смотрю и подбираю себе еще партнеров. Думаю, что с ними я обязательно созвонюсь, и они на хорошем уровне, и поэтому, я думаю, можно будет с ними посотрудничать. Веселье, при этом гармония и порядок. Все дети под присмотром и заинтересованы. Чтобы добиться таких результатов, руководители студии «Хочу играть» по собственному признанию не спят ночами, продумывая сценарии праздников. Они искренне любят детей и хотят, чтобы семьи становились счастливее после любых мероприятий, которые проводят студии ярких праздников «Хочу играть». Активные праздники – это лучшее, что можно придумать для детей. Необычный футбол, нерф и многое другое. О том, что такое грандиозное веселье, узнаем в спортивном комплексе «Нити-арена». Эта разновидность футбола называется «Бампербол». Мало где увидишь такой необычный вид спорта. Дети бегают в больших шарах и пытаются забить гол команде противника. К тому же, где, как ни здесь, можно не только мяч погонять, но и сделать пару сальто. Тут и упасть не страшно. Такое развлечение в спортивном комплексе «Нити-арена» не единственное. Мы проводим нерф-сражения, проводим бампербол, это футбол в шарах. Арчеритак – это аналог пейнтбола, но играется с луками и стрелами с мягкими наконечниками. Также есть возможность поиграть в футбол, во флорбол, хоккей на траве. Также в спортивном комплексе «Нити-арена» есть и банкетная зона, где можно посидеть за столом и вкусно отметить детский праздник. Организовать торжество можно в любой день недели. Конечно же, особой популярностью пользуются выходные. Продолжительность праздника варьируется от 2 до 3,5 часов. Ценовую категорию тоже постарались сделать максимально доступной для всех. То есть цена детского праздника варьируется в районе от 6 до 8,5 тысяч рублей. По времени это 2-3,5 часа, в которые включен аниматор, тренер-инструктор, весь инвентарь и банкетные зоны для детей и их родителей. Возможность провести детский праздник спортивной направленности появилась в нашем городе совсем недавно, всего два месяца назад. И организовать его можно только здесь, в спортивном комплексе «Нити-арена». Эта услуга уже пользуется большим спросом. И нам объяснили почему. Спортивных детских праздников в городе до этого еще не было. То есть у нас первое такое развлечение в городе Рязани. Вот оно необычное. Оно первое. Всем пока нравится, все ходят с удовольствием заниматься. Сейчас на площадке для игры в нерф дети штурмуют замок. Это 11-й день рождения Вадима. И он ни разу не пожалел, что посетил это место. Мне очень нравится. И здесь классно. Можно кататься на гироскутерах, играть в нерф, в сражения и играть в вампербол. Дети успевают освоить весь спортивный инвентарь очень быстро. В отличие от взрослых, они буквально за минуту научились стоять и кататься на гироскутерах. Да так виртуозно, что уже делают фигуры высшего пилотажа. В восторге от такого мероприятия не только дети. Родители относятся очень положительно, потому что родителям нравится то, что дети играют в подвижные игры. Помимо того, что есть возможность посидеть за столом, у них есть возможность еще подвигаться. Опытные инструкторы обучают детей пользоваться каждым предметом спортивного инвентаря, а также не дадут им заскучать. Помимо детских праздников в спортивном комплексе Нити-Арена функционирует и детско-юношеская футбольная школа, в которую идет набор детей от 4 до 12 лет. В нашем спортивном комплексе созданы великолепные условия. Лежат зеленые футбольные искусственные поля, на которых проходят детские праздники. Приходите к нам, можно по-спортивному, весело и интересно провести детский день рождения, школьный праздник или какое-то другое мероприятие с пользой для здоровья, интересно и весело. Приходите, мы вас ждем. Уют в доме – это один из главных компонентов счастливой жизни. Все, что окружает нас в квартире или на даче, должно приносить радость и комфорт. Греческая компания с вековой историей, производящая текстильную продукцию, и сегодня продолжает радовать разнообразием своего ассортимента, в том числе и рязанцев. Магазин «Тогас», в котором представлена продукция одноименной греческой группы компаний, расположен на втором этаже торгового центра «Атрон». Здесь предложены коллекции, где все предметы сочетаются между собой по цвету и дизайну, позволяя клиентам, комбинируя, создать мир гармонии и безукоризненного вкуса в своем доме. Шторы представлены в комплекте с покрывалами, они сочетаются с рисунками на постельном белье, качество которого уже оценили многие рязанцы. Ткань не выцветает, она приятная на ощупь и состоит из натуральных материалов. Комплекты постельного белья, представленные в нашем магазине, состоят из стопроцентного хлопка. Хлопок хорошо пропускает воздух, поэтому просыпаться под таким комплектом будет комфортно и уютно. Специалисты компании «Тогас» находятся в непрерывном поиске лучших материалов по всему миру. Мягчайшего кашемира, тончайшего шелка, хлопка и экологически чистого льна. Ведь нет ничего лучше для здоровья и благополучия людей, чем настоящие природные ресурсы, принявшие приятную форму. Это одеяло с наполнителем из пуха, под ним хорошо спать зимой. А это имеет наполнитель из шелка и является комфортным для сна в любой сезон, даже летом. В ассортименте представлены и другие наполнители из верблюжьей шерсти, а также кашемира. Одеяло очень легкие, прочные, каждая строчка на них выглядит завершенной. Разнообразие подушек дает возможность выбирать. В них используются наполнители из пуха, шелка, овечьей и верблюжьей шерсти. Более того, здесь можно подобрать себе ортопедическую подушку. Пледы в «Тогасе» созданы на любой вкус – для мужчин, женщин и детей. Они представлены в различных исполнениях и материалах – ангора, махер, альпака, меринос. А для того, чтобы принятие душа или ванной оказалось настоящим удовольствием, компания «Тогас» уделяет большое внимание и махровым изделиям. Махровые полотенца, конечно, и халаты, должны обладать высокой гигроскопичностью, то есть хорошо впитывать влагу. И чем выше плотность махровых изделий, тем больше они впитывают влаги. Это одно из наиболее пушистых типов полотенец. Полотенец мягкая и легкая, хорошо впитывает влагу и при этом очень быстро высыхает. Отличительным признаком компании «Тогас» является опыт, накопленный годами, прошедший через три поколения людей. Философия производства основывается на семейных ценностях. Руководители фирмы сумели добиться совершенства в каждой детали, ведь все эскизы при разработке предметов выполняются вручную. Это делает продукцию «Тогас» по-настоящему эксклюзивной. Хорошо выглядеть, выходя из дома, не менее важно, чем ощущать уют в своей квартире. Магазин «Элеганза», расположенный на третьем этаже торгового центра «Атрон», представляет итальянские аксессуары. А как известно, именно из этих предметов гардероба складывается облик любого человека. Генеральный директор компании «Элеганза» Клаудио Бьязи разработал концепцию «Тотал-Лук», в котором все предметы объединены одной тематикой, поэтому образ при выходе в свет становится завершенным. В каждый «Тотал-Лук» входит сумочка, мелкокожная галантерея, перчатки, зонт, платок и палантин. Все палантины выполнены из натуральных тканей, и каждый палантин неповторим по-своему. В составе палантинов очень удачно сочетаются шерсть и шелк. Они бывают украшены кружевом, бисером и жемчугом. Ноты эксклюзивности и шика прослеживаются во всех предметах «Элеганзы». Эта сумка выполнена из кожи «Напа» с тиснением под крокодил. Кожа «Напа» является долговечной. Для ее изготовления используется только высокосортное сырье. Перчатки же в «Элеганзе» выполнены из кожи ягненка. Это очень мягкий и эластичный материал. При этом в зимние морозы перчатки хорошо защищают руки от холода. А некоторые из них с помощью специальных нашивок дают возможность пользоваться сенсорными мобильными телефонами. В преддверии Нового года такие изделия хорошо рассматривать в качестве подарка. Они не только красивые, но и функциональные. Уже сейчас оба магазина, которые мы посетили, готовятся к празднику. В «Элеганзе» и «Тогосе» можно приобрести подарочные сертификаты для своих близких, чтобы они сами могли выбрать себе изделия по душе, а также порадовать себя, используя скидки. Богатое наследие фирм, традиции, мастерства и опыт позволяют на протяжении долгих лет радовать людей по всему миру. И рязанцы входят в это число. Здесь можно найти неповторимые качественные вещи для взрослых и детей. Магазин «Тогос» и «Элеганза», торговый центр «Атрон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова